Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В преддверии летнего сезона в Анапе и сельских округах кипит работа, чтобы город встретил курортный сезон красивым, опрятным и комфортным для отдыха гостей. На днях специалисты «Ремстрой» завершат монтаж новой остановки на улице Ивана Голубца между Самбуровой и Шевченко. Долгое время автобусы останавливались почти на перекрестке и на обочине. Неудобно и, главное, небезопасно. Во время одного из рабочих объездов глава Анапы вместе с общественниками осмотрел территорию. Вот здесь площадка, и вот она была, был выход, вот даже до сих пор бордюр остались, вот сзади вас. И вот сюда выход на татуар, очень удобно. Решение приняли на месте. К началу сезона сделать остановку со всей необходимой инфраструктурой. Сегодня основные работы выполнены. Было выложено бетонное сплиточное основание. Тротуар сделал сразу для возможности подъезда маломобильных групп населения. Кроме того, были высказаны пожелания об устройстве трех пешеходных переходов. Вон они сейчас там доделают. Новая остановка будет расположена в самом оптимальном месте для доступности жителей и гостей города. С перекрестка ее подвинули на 50 метров. Сейчас монтируют крытый навес. Закончить обещают к концу этой недели. Во всех районах города ведутся работы по благоустройству территорий. По словам руководителя Ремстроя Владимира Щеголева, на улице Терской с начала года начали установку новых беседок для отдыха. В данный момент проходит замена дорожного бордюра и благоустройство газонной части. До 1 июня планируется завершить все работы на этом участке. Также продолжается монтаж тротуарной плитки в районе городского ЗАГСа и торгового центра Красная площадь, а также покраска пешеходных переходов. Здесь со сроками окончательного завершения работ пока определиться сложно. При малейшем моросящем дожде работы прекращаются. Но по предварительному прогнозу в течение трех суток будут завершены. Зеленые убранства курорта также приводят в порядок в преддверии летнего сезона. Специалисты Зеленстроя проводят ревизию всех насаждений в курортной зоне и микрорайонах Анапы. Сразу после майских праздников началась выкорчевка старых пней и снос отслуживших свой век деревьев. На месте каждого спиленного сухого дерева должно быть посажено новое. Такое требование главы курорта. И оно будет выполнено. Работы планируется завершить до 16 июня. На сегодняшний день высажено свыше 430 деревьев. 152 тысячи цветов украсили клумбы и газон Анапы. В Ореховой роще высажено 3000 кустов роз. О легких курорту помогают заботиться активисты, которые во время каждого субботника досаживают деревья и кустарники в общественных парках, во дворах домов. И к другим темам. Смена встречает участников сразу пяти фестивалей. Более полутора тысяч ребят из разных регионов России собрались во Всероссийском детском центре, чтобы принять участие в спортивном марафоне «Сильная Россия», Олимпиаде «Новое шахматное поколение», фестивале научно-технического творчества «Технопарк юных», географическом проекте и межкультурном молодежном фестивале. Делегации прибыли из разных уголков России, чтобы встретиться с выдающимися спортсменами, деятелями искусства, посетить мастер-классы, а также провести индивидуальные и групповые состязания. Ребят ждет уникальная возможность получить знания в разных областях, непосредственное участие в проектах и интересное общение. На создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья в этом году на Кубани направят 1 миллион 700 тысяч рублей. Средства выделят из бюджета региона в рамках краевой программы «Содействие занятости населения». Субсидии могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством товаров, работы и услуг. В соответствии с госпрограммой, работодателям возместят затраты, связанные с приобретением, установкой и монтажом необходимого оборудования для создания новых или дооборудований имеющихся рабочих мест для инвалидов. Размер выплаты на модернизацию одного рабочего места составляет более 72 тысяч рублей. Вопрос участия в отборе работодатели могут обращаться по телефону горячей линии и министерству, указанному на экране. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня и завтра на Кубани местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает, будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...